МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа 12. Новости Республики на телеканале Регион 12. В студии Екатерина Роман. В начале выпуска коротко о главном. Новый городской дворец бракосочетаний достроит как раз к осеннему сезону свадеб. Самые важные этапы жизни человека ишкаролинцы вскоре будут регистрировать в новом ЗАГСе на набережной. Кто и как научит юных жителей Республики родину любить? В Мариел будет создан Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. Удачный старт. Волжская ряда Акпарс провела первый матч нового сезона высшей хоккейной лиги. А телеканал Регион 12 начал онлайн-трансляции игр нашей команды. Мариел в первой пятерке регионов России по уровню рождаемости. Таковы данные Минсоцразвития страны. Рекордный рост в 12-14% к уровню прошлого года нынче зафиксирован в Омской, Калужской, Московской областях, в нашем регионе и в Санкт-Петербурге. Кроме того, в республике сокращается число разводов и увеличивается число браков. С начала года в Мариел сыграли более 2700 свадеб, чуть меньше половины из них в Ешкороле. Нагрузка на единственный городской ЗАГС, не считая ближайшего Медведевского, сегодня действительно высока. Впрочем, уже осенью в Ешкороле откроется новый дворец бракосочетания. Напомню, находится он на набережной Брюге, около театрального моста, со стороны заречной части города. В новом дворце бракосочетания особое внимание будет уделяться не только молодоженам, но и малышам. Так, на третьем этаже разместится специальный зал для регистрации новорожденных. Кстати, с начала года в Мариел уже родилось более 5700 малышей. В отделе ЗАГС республики Мариел уже подсчитали, новорожденных нынче больше почти на 650. В одной из Шкороле с начала года зарегистрировано более 2600 малышей. Рост рождаемости всегда был одним из показателей качества жизни в регионе. И столь судьбоносные события в жизни каждого человека, безусловно, достойны красивого обрамления. Бракосочетания, регистрация детей надо проводить в дворце. И мы хотим этот дворец сделать. Когда мы его сделали? В сентябре, в октябре. Наверное, самое главное, что мы его сделали качественно, действительно красиво. И передали жителям республики. Вот это наша главная задача. А в старый ЗАГС приедут учреждения, которые освободят здания, в которых мы разместим детские сады. То есть мы думаем вперед. По главной лестнице под знаменитый марш Мендельсона молодожены будут подниматься в зал регистрации. Он просторный, с высокими потолками, почти 6 метров. Глава Мариэла Леонид Маркелов напоминает строителям. Не стоит торопиться, сделать нужно все качественно. Элементы гипса на потолке вскоре распишут золотом. Своё место уже заняли фрески. Украсили комнату для свадебных фотосессий на втором этаже. Остались, значит, пусконаладочные работы, второй этап электрики. Повесить люстры, бра, смонтировать аппаратуру звуковую, кондиционирование. Всё сделано. Повесить шторки, можно принимать новобрачных. В новом дворце бракосочетания будет, где развернуться и сотрудникам ЗАГСа. Пофантазировать могут свадебные фотографы и видеооператоры. Снаружи башенки, арки, французские балконы. Уже завершается облицовка фасада. После регистрации, оставив свадебный кортеж на стоянке, молодожёны могут сразу отправиться на прогулку по набережной. Чуть более 4,5% таков, согласно официальной статистике, общий рост потребительских цен в Мариэл с начала года. В августе, по данным Мористата, после июльского скачка цен на овощи и фрукты свежего урожая, цены на них стабилизировались. В частности, картофель подешевел на треть, капуста и лук почти на 25%, морковь и свёкла примерно на 11-12%. Заметнее всего подорожали продукты, цены на которые диктует новый урожай. В частности, неурожай зерновых подстегнул рост цен на муку, пшино, макаронные изделия и крупы. По состоянию на начало сентября стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по республике составила 2189 рублей в расчёте на месяц. Меж тем, по прогнозам, двухфазное повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального и энергетических комплексов спровоцирует сильный рост инфляции уже в октябре-ноябре. Изменения тарифов отразятся на стоимости топлива и цен на перевозки. И как следствие, на цене не только продуктов питания, но всех товаров и услуг. По данным Росстата, рост инфляции ускорился с июля, сразу после повышения регулируемых тарифов на услуги естественных монополий. Из Московской области в Мариел. Кандидатура нового прокурора республики накануне была утверждена на специально созванной по этому случаю сессии госсобрания. Впрочем, и не было сомнений в положительном ответе местных народных избранников генеральному прокурору России, в чью компетенцию входит внесение на согласование кандидатов на пост руководителей прокуратуры в регионах. Вступив в должность прокурора и получив соответствующие документы, Сергей Рюмшин произнес стандартную для таких официальных случаев речь, представив депутатам план работы во вверенном регионе. Трех с половиной минутная речь затронула все ключевые сферы жизнедеятельности в Мариел. В частности, при новом прокуроре продолжится надзор над сферой государственной и муниципальной службы. Приоритетными направлениями останется охрана и защита прав несовершеннолетних, например, в доступности дошкольного образования. Соблюдение конституционных прав граждан на досудебной стадии, надзор за предварительным следствием, сокращение числа приостановленных уголовных дел. Именно эти аспекты правоохранительной деятельностью прокуратуры Мариел Сергей Рюмшин обозначил как приоритетные на новом для себя посту прокурора республики. Конституция Российской Федерации провозгласила, что превыше всего в иерархии общественных ценностей стоят права и свободы человека. Реализуя свой прозащитный потенциал, прокуратура республики продолжит мониторить ситуацию в социально-экономической и политической сфере в регионе. Усилия прокурора будут направлены на выявление и реальное устранение нарушений закона в области занятости населения, здравоохранения, пенсионного обеспечения, соблюдение прав ветеранов и инвалидов, жилищных прав граждан, вопросы функционирования жилищно-коммунального хозяйства, защиты трудовых прав, на получение заработной платы, охрана труда, снижение уровня безработиц. Прокуратура продолжит работу по пресечению правонарушений при использовании государственной муниципальной собственности, расходовании бюджетных средств, земельного, градостроительного законодательства. Эта работа будет носить антикоррупционную направленность на устранение административных барьеров во всех отраслях экономической деятельности. Напомню, о смене прокурора республики стало известно еще три месяца назад. В момент назначения прежнего Георгия Мехопаркина на должность судьи Конституционного суда. Кому и где быть прокурором региона, решает Генеральный прокурор России. Процедура вступления в должность согласуется с регионами на уровне законодательных собраний. Сергею Рюмшину через три недели исполнится 50 лет. Уроженец Курской области он начинал профессиональную деятельность учителем истории и основ государства и права в сельской школе. Собственно, работником прокуратуры стал 15 лет назад. За это время Рюмшин прошел путь от следователя районной прокуратуры на Орловщине до заместителя прокурора Московской области. В МВД Республики жителям Мариэл предлагают путем народного голосования выбрать лучшего участкового сотрудника полиции. Список кандидатур на звание Марийского-Анискина размещен на сайте МВД России по Республике Мариэл. Адрес сайта вы видите сейчас на своих экранах. Кстати, попасть в число участников конкурса участковых могли только самые дисциплинированные и опытные сотрудники. Сейчас проходит первый этап. Голосование завершится 20 сентября. После набравшим наибольшее число голосов народным избранникам предстоит второй уже конкурсный республиканский этап. А в ноябре лучший народный участковый будет представлять Мариэл на уровне России. Но конкурс конкурсом. От работы в промежутках между этапами соревнований участники не освобождаются. Как отмечают в МВД, такие профессиональные конкурсы нужны. Они не только привлекают внимание общественности к этой профессии, но определяют планку, которой нужно стремиться остальным полицейским. Кто и как научит юных жителей республики родину любить? Вопросы организации патриотического воспитания в Мариэл обсуждали сегодня на заседании специальной межведомственной комиссии с участием представителей системы образования, военного комиссариата, муниципальных образований Мариэл и руководителей общественных организаций. В республике Мариэл, я считаю, неплохой пример. Вот уже два года мы финансируем работу не коммерческих, общественных организаций, которые в том числе занимаются и воспитательной работой, и патриотическим, через президентские гранты. Я думаю, что вот если мы эту работу продолжим, это будет замечательно, а если нам удастся еще и в российскую программу войти, там суммы значительно больше, это тоже хорошо. Если говорить о прямом финансировании патриотизма, ну, вы знаете, вот мое личное мнение, что патриотическое воспитание, оно больше держится не на финансах, оно держится на людях, которые, так скажем, являются сами патриотами и продвиженцами этих идей. В том, что воспитание патриотизма задачи необходимые, были согласны все, но какими методами в этом мнении разошлись? Одна из самых популярных форм – патриотический клуб. Таковых в республике сейчас чуть более 50, но число их сокращается, так как коммерческая деятельность для них неприемлема, господдержка минимальна. Вариант решения проблемы. Для клубов и объединений будут разработаны методические рекомендации. Для руководителей – конкурсные программы. В срок до 20 сентября будет рассмотрен вопрос о создании в республике центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. Купить патриотизм невозможно. Хотя некоторые аспекты, я согласен, вот центр надо финансировать. Я думаю, что центр такой у нас будет создан, и мы постараемся увеличить финансирование этого центра. Кроме всего прочего, рассматриваем мы такие вопросы, как привлечение, это же ДСАА, других организаций для того, чтобы давать им какие-то конкретные задачи, ставить перед ними, задания давать и оплачивать эту работу. Потому что, конечно, на одном голом энтузиазме патриотическое воспитание тоже не построишь. Но без него оно тоже невозможно. Любовь к своей семье, к своим детям, любовь к своему городу, к своей родине. Ну как же не нужно, вот мы пожилые люди, кто же нас будет защищать, если не те, которые нас любят. В основе патриотического воспитания лежит родительское воспитание, воспитание в школе, ну и, наверное, самосознание каждого человека. Родители должны прививать патриотическое воспитание. И очень важно, где ты родился. Обязательно, а поспитание на это нужно, но в основе трудно, наверное, сразу мне сказать, честно говоря. Ну что, вот семья? Семья – это самое главное, конечно. Основа – это все-таки в семье идет. Ну, оно обязательно нужно, патриотическое воспитание. А в основе лежит, мне кажется, улучшение все-таки к родине. Патриот – это кто? Тот человек, который любит родину. В основе патриотического воспитания лежит, наверное, прививание детям любви к нашей родине. Во-первых, нужно давать хорошие книги наших писателей, показывать фильмы, мультфильмы, которые действительно учат чему-то, которые помогают им развиваться. Любовь к родине лежит в основе патриотического воспитания. Что еще? Любовь к родителям, к маме, в первую очередь. Я думаю, что если ребенка воспитываешь в какой-то душевной теплоте, то, собственно говоря, патриотом он точно вырастет. Специальные олимпиады в Ешкар-Але. Столица Морел принимает международные соревнования по легкой атлетике. Сегодня днем на центральной арене Республики стадионе «Дружба» около 200 атлетов из 10 стран Европы и Азии начали определять сильнейших. Соревнуются атлеты в беге на разных дистанциях, прыжках в длину и высоту, метании теннисного мяча и толкании ядра. Предшествовало состязанием церемония открытия, на которой присутствовали руководители специальной олимпиады Европы и Азии. Сегодня же состоялась встреча главы Морел Леонида Маркелова с представителями международной организации. Гости высоко оценили готовность Морел к соревнованиям. Все спортивные объекты, места проживания и питания спортсменов соответствуют международным стандартам проведения специальной олимпиады такого уровня. Я удивляюсь, почему мы раньше не приезжали в Морел с нашими международными соревнованиями. Сегодня утром мы посетили ваши спортивные объекты, были в центре Ишкаралы, в полдень посмотрели на 12 апостолов. Мы были поражены, насколько это прекрасный и красивый город. И теперь я могу вас уверить, что мы еще не раз вернемся в столицу Морел с соревнованиями. Добавлю, что соревнования в рамках специальной олимпиады России проходят в Ишкарале уже несколько лет. Нынешние завершатся в пятницу. Начало легкоатлетических стартов ежедневно в 11 утра. Удачный старт. Накануне вечером Волжская Риада Акпарс провела первый матч нового сезона высшей хоккейной лиги. На домашней площадке подопечные Ильнура Гизатулина переиграли хоккеистов из Твери. Подробности игры, а также нововведение сезона в материале нашего спортивного обозревателя. Пока хоккеисты из Твери в преддверии первого матча разминались около ледовой площадки с футбольным мячом, а судьи высшей хоккейной лиги пробовали лед в Волжской арене, специалисты телеканала «Регион-12» настраивали оборудование. Нововведения этого хоккейного сезона – прямые хоккейные трансляции. Пока что не телевизионные, а в интернете, на видеопортале YouTube. Да, вы болельщики из других городов могли наблюдать за играми любимой команды. Итак, первое вбрасывание и новый хоккейный сезон начался. Это третий чемпионат ВХЛ. Всего же во второй позначимости Лиги страны Волжская ряда играет уже седьмой год подряд. Напомню, что от сезона к сезону, медленно, наверное, результаты наших хоккеистов росли. В этом же году задача как никогда высокая. Я озвучу задачи, озвучу перед хоккеистом, перед тренерским составом, на третьем месте. Значит, по игре прошлого года оно достижимо. Да и как ребят сыграли в Чехии, вот сейчас совсем неплохая команда. Чуть-чуть злости добавить, чуть-чуть добавить усилия в единоборствах. Я думаю, будет классная команда. То есть, тренер на правильном пути, этим я доволен. Но главного тренера ряда Акпарс Ильнура Гизатулина и его хоккеистов даже такими задачами не испугать. Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом, говорит наставник Волжан. Поэтому в межсезонье была проделана качественная работа. Это селекция, сборы за границей, ряд товарищеских матчей и участие в предсезонном турнире. А накануне старта чемпионата ВХЛ был избран новый капитан наряды. Им стал Марат Валиулин. На его счету более 300 игр в высшей лиге и более 30 за казанский Акбарс. Капитанство это, я считаю, что я отвечаю за всю команду, за результаты и помогаю тренерам в сложной ситуации. И подсказываю на лавке и в раздевалке. Всего же в новом сезоне ВХЛ чемпионство будут оспаривать аж 27 команд. Это на 4 больше, чем в предыдущем первенстве. В отличие от сезона 2011-2012 клубы не разделены на дивизионные конференции. Все играют друг с другом, по разу дома и в гостях. Всего же новичков в лиге пятеро. И с одним из них, Тверским хоккейным клубом, Ариада начала новый сезон. Игра, по сути, была сделана уже в первом отрезке матча, когда волжане трижды поразили ворота соперникам. На второй минуте отличился Михаил Климчук, на шестой Марат Валиулин, на двенадцатой Аслан Раисов. Гости в первую 20-минутку смогли ответить только одной шайбой. Впрочем, о большем тверчане в этот хоккейный вечер ничем удивить не смогли. А голевую точку в матче поставил нападающий ряды Константин Турукин в самом начале второго периода. Итоговый счет стартовой игры – 4-1 в пользу Ариада Кпарс. Игра у нас не получилась. Тяжело было, конечно, понять, какой хоккей в высшей лигах на сегодняшний день представляется для нас. Все-таки мы пришли из первой лиги, поэтому команда, конечно, сильная, против которой мы сегодня играли, стражил высшей лиги, довольно-таки неплохим составом. Но мы не сыграли в полную свою силу, что мы можем. Потому что потенциал команды своей я знаю. Но, тем не менее, все равно игра получилась, интересной. Я думаю, для болельщиков тоже. Ну, проиграли по всем статьям. Предупреждаю ребят, что команда Тверь только что вошла в лигу. Но есть игроки, поигравшие в чемпионате КХЛ. Опытные ребята. И если позволить им разводиться, так сказать, то могут быть проблемы. Ну, спасибо ребятам, что поняли, выдержали, начали активно, удачно забили. По итогам первых двух игровых дней Ариада Акпарс первая. Хороший такой старт сезона. Впрочем, еще не все команды сыграли первые игры. На этой неделе волжане проведут еще два домашних матча. В среду с Минской юностью, в пятницу с Ярославским локомотивом. Начало игры в Волжске 18.30. А для ленивых и тех, кто не сможет приехать на игры, YouTube-канал ВХЛ, где снова будут прямые трансляции, организованные специалистами телеканала «Регион-12». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова